друзья всем привет сегодня я буду опять экспериментировать с самыми простыми материалами у меня вот такая вот втулочка от старой фольги фольга скотч бумажный и сегодня будем делать новую штучку не знаю что получится посмотрим в конце я хочу надрезать вот это вот втулку не знаю как правильно назвать и сделать небольшой такой изгиб это у нас будет ствол таким образом ножом надрезаем не до конца немножечко такой надрез и сгибаем но это если вы хотите чтобы ствол был такой изогнутый более натуральный делать это не обязательно ну вот мне хочется вот так вот его немножко изогнуть опять я делаю надрез не полностью прорезаем аккуратно такой небольшой и опять сгибаю вот так и уже получается в такой более натуралистичный изгиб ствола теперь это зафиксирую скотчем бумажным прелесть этой поделки как и предыдущих в том что тут вообще невозможно это все дело испортить вот делаете как делается жмете как-то там сдавили как-то наклеили и все равно получится что-то интересное что-то если лишнее убрали или добавили теперь вот берем проволочку вот такую вот я купила у чудесного дедушки на рынке за 40 гривен это очень дешево 50 метров вот я сделала вот таких вот где-то 30 сантиметров несколько отрезочков это у нас будет верхушка дерева сейчас мы зафиксируем немножко скотчем и будем формировать веточки опять же сгибайте играетесь как вам нравится в разные стороны крутите если что-то не понравилось можно всегда исправить испортить невозможно вот чем мне это и нравится в кадре не видно но мне постоянно помогает моя пятилетняя дочь шатает стол отбирает материал в принципе это не мешает мне все равно что-нибудь в конце получить симпатичное вот таким образом крутим и смотрим что получается где нужно зафиксировать если вы например захотите больше проволоки там использовать вот можно скотчем немножечко вот так вот зафиксировать вообще идея пришла когда я нашла обрезанные ветки дерева валяющиеся во дворе но пока я собралась с пакетиком их забрать их уже кто-то убрал поэтому пришлось искать проволоку если у вас нет проволоки но есть где-то веточки дерева обрезанные лежат вот так вот никому не нужны то можно их использовать теперь нам нужно вот это все обмотать тоненьким слоем фольги опять же не стараясь вот так вот заминая и и сделать такой тоненький слой 1 на все вот эти вот веточки обкручиваете кусочком и и и вот так вот приминайте каждую каждую веточку мы таким образом укрепляем вот что у нас получилось она сгибается и сейчас когда уже на ней фольга то есть формировать можно в любой момент закрутить ее как-то приподнять опустить все что угодно как пластилин лепите по ходу исправляете как хотите сейчас мне хочется тут немножко короче сделать веточку тоже можно вполне вот такой вот верхушечка у нас получилось теперь нам ее нужно прикрепить к стволу для этого я ее обмотаю фольгой сделаю вот этот край потолще чтобы он плотно прилегал к трубе картонной создаю нужный объем вот таким вот образом приминаю как как получается вот так вот а вот отлично но плотно входит но его обязательно нужно зафиксировать смотрим по высоте так хорошо у меня появился новый клей пистолет предыдущий сломался от активного использования штука классная полезная стоит недорого магазинчиках фикс прайс их полно вот так вот мы их приклеиваем смотрим верхушечку к стволу и еще сверху я вот так залью немного клеем теперь будем делать веточки опять беру три отрезка проволоки согнутых пополам закручиваю длина произвольная вы можете так приложить кусочек посмотреть какой вам хочется это чуть покороче у меня ну и то же самое в принципе делаем обматываем скотчем фиксирую вот этот краешек и это все вот нам нужно будет обмотать фольгой но для начала я приложу и посмотрю где бы я хотела видеть эту веточку ну вот наверное вот где-то здесь посмотрела все мне понравилось и беру и приклеиваю горячим клеем вот так теперь зафиксирую еще скотчем один разочек для надежности и наша веточка будет крепко держаться фольгой сейчас мы и обмотаем вот что у нас получается тоже по ходу все это выравниваете еще одну веточку и решила сделать ну пожалуй вот какие-то вот сюда я ее тоже прикреплю таким же образом веток может быть сколько угодно сколько вам хочется вот что в итоге получается теперь я вот решила сделать подставочку взяла старую втулку от скотча сейчас ее буду наклеивать на картон тоже какая-то старая коробочка под руками попалась наклеиваем ее на картон можно принципе суперклей использовать не только горячий горячим конечно быстрее но суперклеем можно заменить вполне все это дело так еще вот по диаметру пройдусь чтобы точно надежно все было закреплено а теперь я вот сюда положу кое-что тяжелое чтобы она все держала дерево хорошо моя дочка любит собирать камешки на улице и потом их украшать чем-то вот она благополучно за них забыла они мне как раз пригодились они тяжеленькие такие вот они нам создадут нужный вес теперь лишнее обрезаем хорошая тяжеленькая подставочка и теперь опять же вот по принципу как мы верхушку крепили здесь мы создаем толстый ком фольги чтобы он полностью заполнил пространство подставки каждый слой я проклеиваю потому что если не проклеить такой толстый слой то принципе фольга останется внутри а ствол можно будет вытащить поэтому так немного прихватывая клеем я каждый слой хорошенечко приклеиваю подминаю так как как получается и присматриваюсь нужно ли еще добавить здесь нужно добавляем подминаем практически готова сейчас добавлю еще маленький кусочек и будет то что нужно если слишком толстый получился такой ком можно его придавить и в принципе вот таким образом хорошо входит и заполняет все пространство собой теперь мы добавим клея на дно кусочек пластилина и сбоку тоже хорошенько промазываем чтобы тщательно зафиксировать наш ствол в подставке вот так придавили и все чудесно приклеилась теперь вот я еще скотчем дополнительно это все покрыла и добавила фольги точно также применая просто немножко утолщила веточки вот не захотелось немножко сделать их более массивными ближе к стволу эту фольгу я тоже вот так вот хорошенечко фиксирую скотчем и проминаю скотч чтобы в структура дерева хорошо проступала вот что нас получается вот смотрю я на него веточки все хорошо но ствол у нас вот как будто дальше идет тоньше чем основа вот верхние мне его хочется тоже сделать сравнять немножко с верхнем с верхней частью ствола опять беру фольгу говорю это как как лепить из пластилина или собирать конструктор вы всегда можете что-то добавить или убрать вот здесь вот я решила добавить толщину стволу вот так мы все это дело еще обмотаем скотчем дополнительно теперь будем делать цветочки опять мои любимые пакеты у меня все такой белый такой прозрачный розовый обычные пакеты утюг для того чтобы склеить и получить необходимый цвет я делаю где-то двоечка троечка вот так вот горячий но лучше лишний раз пробовать и добавлять потому что утюг по-разному греет у всех беру плотную бумагу и вот так вот два слоя тоненького розового пакета сверху и снизу а в серединке слой белого пакета если у вас какие-то другие цвета вот складывайте не бойтесь складывайте экспериментируйте получится какой-то может быть особенный интересный цвет мне он захотелось розовенький ну и в принципе пакета как раз вот у меня такие есть под рукой я вырезаю маленький кусочек чтобы вам показать принцип лучше делать его сразу большие чтобы больше хватило вот так вот я проглаживаю хорошенько с одной стороны и переворачиваю проглаживаю с другой таким образом мы соединяем все пакеты в один ждем пока остынет горячая аккуратненько раскрываем и смотрим что у нас получилось отлично пакеты соединились в такой вот нежно-розовый перламутровый плотненький полиэтилен хорошо держит форму хорошо проминается можно складочки всякие делать теперь сделаем лепесточки для цветочков вырезаем ну такой произвольной формы буквально вот размера который вам хочется где-то так очень приблизительно и потом можно повторять по размеру приблизительно прикладывая предыдущий листочек можно вот так вот как формой сердечко немножко можно просто прямые какие угодно могут быть лепесточки вырезаем их столько на сколько вас хватит терпения вот так вот такие вот они получаются теперь ногтями придаем им форму немножечко подтягиваем краешки вот таким образом в разные стороны и они получаются более такие ну естественные что ли более такие с изгибами и больше уже похоже на реальный цветочек теперь я беру вот такую вот палочку и шную вы можете в принципе взять и зубочистку и все что угодно вот чтобы вам удобно было на что-то наклеивать лепесточки вот таким образом зажимая вокруг этой палочки я наклеиваю лепесточки в разном направлении в можно шахматном приклеили и смотрите то что получается куда вы хотите еще что-то добавить вот так вот собираем цветочек вот так вот вот так вот получается вот такой вот нежный розовенький такой практически весенний цветочек хочется вот эту серединку беленькую меня закрыть поэтому я возьму блестки у меня вот такие вот и сейчас и немножечко капнула клеем туда и насыпаю блесток так лишним и струсим и получается такая вот сияющая красивая блестящая серединка и нежные розовенькие лепесточки эти цветочки мы отрезаем под самый корешок вот все что у нас получается я сделала разные сделала серединка и просто маленькие вот такие вот как у дерева всегда же разные цветочки какие-то распустившиеся какие-то меньше распустившиеся теперь я ствол решила покрасить очень захотелось мне вот поиграть с моей золотой краской можно вот взять любой принципе цвет обычный акрил у меня есть вот такой вот аэрозоль я буду не кисточкой а аэрозолем покрывать вот что получается такой уже так арт-объект и теперь добавляем приклеиваем цветочки вот такое вот дерево цветущие симпатичная сияющие можно его еще с листиками сделать у меня есть мастер-класс на канале дерево с листиками реалистичными вот так она смотрится темноте спасибо вам большое что смотрите видео до конца я очень буду стараться удивлять вас предлагать вам хорошие интересные идеи подписывайтесь пожалуйста на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео будет очень много экспериментов из простых легко доступных и дешевых материалов